всем пламенный здравствуйте 10 мая у нас праздники закончились пошла работа гуляли отпраздновали салюты все дела солдатская каша концерты цвета конечно хорошо работать надо если мы сейчас михау владимировичу у нас обед он у нас уже сегодня разгрузился хотели мы думали загрузиться на сморгонь сегодня ой со сморгонии на егорьевск но что-то там не получается походу будем нагрузиться с мостов тоже у нас беларуси на на кюмри в армению придется наверно постоять потому что сегодня 10 и завтра 11 у нас беларуси выходные радунеца то что сегодня выходу будет суббота потом рабочий сейчас еду к нему кое-что забрать у него по ходу отправим его на стоянку поедем дальше отдыхать так по прицепу что там уступила новая информация что-то по прицепу загонять только после 18 числа вот вроде ничего там на кюмри вроде денежку дают отсюда вот единственное что да придется скорее всего потерять то есть завтра загрузить не могут завтра прогрузиться послезавтра михаил одежку здесь мы потом две руки и поедем до воронежа потом его там воронеже отправим саратов освоясь вот план пока такой как бы сто процентов не подтверждена еще я думаю что там что-то с этой сморгонио нам там мозги полоскали полоскали так и не вы полоскали или после праздников то ли что то ли этим то не едем то тут а хлеб сырой вот наконец-то у нас весна пришла белоруссию я сейчас 20 градусов показывает вчера потеплело вообще такой хороший денечек и сегодня уже хорошо так тепленько едем наш микрорайон лучше он там уже стоит выгруженный сейчас мы подъедем заберем у него то что нам нужно солнышко светит вообще наконец-то дождались мы тепла то полная жесть они температура стояла еще позавчера да чуть ли не заморозки были 0 было я углу не 0 но у меня на градуснике показывала плюс 2 с учетом того что а так на гаусс и на 2 я всегда занижаю то есть так оно и получается на улице был 0 а молнии вот это да я такого мои не припомню давно что значит не автомат на коробка неудобно трети руки не хватает меня устраивает что тут по дому-то бегать 1,6 объем у этого пыжо кушает немного по месту здесь вполне достаточно по городу да выгружался у того же самого клиента вот сюда лесопаза уже второй раз мы им привозим эту вагонку выгрузили быстро все без проблем девчонки с чемоданом будут соврать или это мусор наша красота стоит стоит скучает вот здесь вот это лесбаза здесь он и выгружался стоит 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 сейчас туда-сюда и все поедет он на стоянку ну как все решится поедет грузиться а Чего там долго собирается? Машку настраивает. Так, в общем, заявку все подтвердили, пока мы тут вопросы свои решали. Загрузка завтра-послезавтра, то есть с 11-12. Но завтра радунется, никто его там грузить не будет. Типа завтра утром скажут, но шансы минимальные. Сейчас едет на стоянку, поедем дальше к товарищу там зависать своему. Наверное, завтра вечером поедет в мосты. Отсюда, вот отсюда где-то 260 километров до них. Но оттуда будет там километров 230, может. Уже ворота закрыли. Что и фирма эта закрылась. Вот. Поэтому поедет, загрузится. Завтра туда поедет, там, скорее всего. Как вариант, так как бы лучше всего. Там переночует. В среду на погрузку. И на обратном пути уже меня заберет. До Воронежа мы доедем вместе. Ну, дальше Михаил Владимирович с Воронежа. Домой на автобусе. Ну, а мы дальше поедем в Армению. Ну, сейчас направо. А мы поедем налево. Вон туда. На Московскую. И на МКАД. По наружному МКАДу пойдет. Ну, а мы домой пока еще. Тысячу лет здесь не был. С этой стороны города. Там, за этим лесом, там часть военная. Вон забор. Через этот забор мы в самоход ходили. У нас такой там подвальчик был. Красивый, заначкованный. Так, здесь направо. Переоденемся в этом подвальчике в гражданку. Пацаны фишки выстоят. Раз нету, все, никого. Главное, что подвальчик был в двухстах метрах от штаба. Ничего. Раз-раз, никого нету. Шмык-шмык через забор. И в самоход сюда. В Уручье. Микрорайон до девок. За водкой до девок. Весело было. Это было 95-97. Здесь всего этого не было, конечно, еще. Вот этих домов. Это все уже построилось потом. Ему тоже можно было здесь ехать. Ну, смысл ему тут крутиться. Разница, как я вот сейчас еду. Ну, если мы потом по внутреннему идем, разница один километр. Ну, какой смысл так вот крутиться здесь, туда-сюда. Ну, и что, все, после этого приедет. Поедем мы с вами, братцы, в Армению съездим. Ларс. Сегодня посмотрели. Свободный. Все, все эти уже страшные, ужасные коллеги разогнали. Снега на перевале нет. Ну, а все остальное там как-то. Реверс, не реверс. Что там будет? Приедем, посмотрим. Как там будет выглядеть крестовый? Давно не было. Шашлык, хинкали, хачапури. Когда мы? Когда мы последний раз в Армении были? Я уже и не помню. В прошлом году мы ездили в Армению или не ездили? Что с памятью стало старее. Наверное, ездил. Надо по записям посмотреть. Я что-то не помню, когда я последний раз ездил. А нет, ездил, ездил, ездил. Да, вот как раз же, да, по весне, по-моему, в Грузии как раз этот, да, аж комендантский час был. Да, мы в Армению и бегали мы туда, да, да, как раз-таки в Гюмри. С этим. Как его? Профиль возили туда, на российскую базу. Точно. Ну да, год назад. Ну да, я забыл сказать. Повезем МДФ плиты. 22 тонны. Будем тащить. По грузинско-армянским перевалам. Ну а с резиной, с прицепом шеф сказал, что ему озвучили заезжать после 18-го. Ну понятно, 18-го мы не явимся. Короче, колеса посмотрели. Как раз вот в Армению и обратно мы их аккуратно укатаем полностью. Все под ноль уже укатаем. И после этого приедем. Надеюсь, уже заберем наши новенькие. И мостик нам сделают. И все у нас будет дальше хорошо. А пока едем дальше продолжать отдыхать. И ждем среды. Среда послезавтра. У нас сюда. И все. Город свободный. Гад свободный. Людей нет. Машин практически нет. Вообще милое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова